Друзья, всем привет! У нас с вами появился замечательный повод побеседовать. Сегодня вышел плагин Waves Abbey Road Chambers. Я к нему доступ имею чуть дольше, тем не менее, в общем, есть о чем поболтать. Итак, многие из вас знают, что задолго до появления цифровых ревербераторов существовали так называемые эхокамеры, которые строились на студиях для того, чтобы использовать их как реверберационные пространства. Туда посылался сигнал с микшера, внутри устанавливался динамик, и реверберированный сигнал снимался микрофоном или же двумя микрофонами. На многие студии приходили работать именно за их звуком эхокамер. Ребята из Waves постарались и сделали плагин, в котором сэмулировали знаменитую эхокамеру студии Abbey Road. Второй студии Abbey Road. И не только. Еще там эмулируется каменная комната из Olympic Records в Лондоне и зеркальная комната из Abbey Road. Но давайте не будем слишком долго болтать, посмотрим и послушаем, что же это за зверь. Итак, перед нами плагин Abbey Road Chambers от Waves. Плагин имеет модульную структуру, и сейчас я вам расскажу про каждый из модулей, а потом мы послушаем, как все это работает. Ну, очевидно, модуль Input контролирует уровень входного сигнала. Модуль Output контролирует уровень выходного сигнала. Это всем понятно. Между ними расположено симпатичное отображение комнаты, где мы можем увидеть, какая комната выбрана, подвигать микрофоны и даже поменять расположение колонки. Колонка может быть направлена либо в сторону микрофонов, либо в стену, чтобы звук был еще более отраженным. Довольно забавно. В секции ниже мы можем выбирать комнаты. Это либо Chamber, то есть эхо-камера второй студии Abbey Road. Вы видите, что она отделана плиткой, и так делалось на самом деле. А в центре были установлены, ну, не в центре, а внутри комнаты были установлены специальные трубы, покрытые отражающим материалом для того, чтобы еще усилить этот эффект. Вторая комната — это зеркальная комната, и Stone — это каменная комната из студии Olympic Records. Справа от выбора комнаты расположен контроллер TimeX. Это мультиплайер, то есть множитель, на который умножается продолжительность реверберации нашей комнаты. В эхо-камере доступен также выбор микрофонов. Это либо Neumann KM53, это ламповые узкомембранные микрофоны, либо Shoebs Mark II. Прекрасные узкомембранники, которые, в общем, трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Также мы можем выбрать позицию микрофонов к стене, либо Classic за трубами, либо Room в комнате перед трубами. В правой стороне мы можем выбрать тип колонки, либо это Altec, колонка, которая изначально в 50-е годы после открытия этой комнаты была использована там, либо Bowers & Wilkins BW, которая использовалась там позднее. И также можем выбрать направление. Либо колонка направлена в комнату, либо на стену. Но все самое интересное начинается ниже, друзья. Пойдем слева направо. Левый модуль, который называется Steed, если кто-то не знает, а кто-то точно не знает, это расшифровывается Send, Tape, Echo, Echo, Delay. В общем, на самом деле все очень просто. Это Tape Delay, который часто использовали на сигнале перед тем, как он попадал в эхо-камеру, для того, чтобы добиться всяких интересных эффектов. Это в данном плагине может использоваться и как просто Delay, и как Tape Delay в темпе, который мы можем задать, ну, знаете, да, четверти, восьмые, четверти с точкой, триоли и прочее. Ну, в общем, все наши звукорежиссерские радости. Также он может использоваться для сатурации при помощи ручки Drive. Ее нужно включить перед этим. Модуляции. Также здесь есть фильтры фидбэка, то есть фильтры для дилея. Обрезка высоких частот, Top Cut, контроль средних частот, Mid, и обрезка низких частот, то есть Base Cut. Ну и, естественно, центральная красивая типа бекелитовая ручка эмулирует фидбэк этого нашего дилея. Дилея, естественно, отключается кнопкой в левом верхнем углу. Дальше находится секция Filters to Chamber, то есть фильтры перед эхо-камерой. Здесь мы можем также обрезать высокие частоты, обрезать низкие частоты, либо добавить середину на выбор. У нас есть три опции. 2,7 кГц, 3,5 и 10. Следующая секция называется Mix. Она контролирует баланс либо между реверберированным сигналом с дилеем, либо только дилеем. И привычная нам всем ручка Drive-Ed, которая контролирует баланс между обработанным и чистым сигналом. Ну что ж, друзья, я думаю, что я достаточно поболтал, почесал языком, и теперь мы можем послушать, как все это звучит. Для начала я взял свой любимый Drum Loop, почему бы и нет. Канал с лупами уже отправлен в реверберацию, так что не стоит переживать. Мы сможем контролировать громкость реверберации и менять ее параметры. Поехали. Чистый луп. Комната. Включим Steed. Послушаем только дилеи. Упс, извините. Все-таки мы с вами тут собрались за реверберацией, я думаю, да? Это эхо-камера. Сейчас я поменяю расположение динамика. Передвинем микрофоны. Обрежем немножко низкие частоты. Здорово. Сменим микрофоны. Послушаем зеркальную комнату. Вернем обратно. На мой взгляд, здорово. Я фанат, честно говоря, Abbey Road серии. И в прошлом плагине Abbey Road Plates они очень хорошо себя показали. И, честно говоря, я, в общем-то, ждал хорошего, но не думал, что будет так классно. Послушаем каменную комнату. Послушаем каменную комнату. Так звучит только реверберированный сигнал. По-моему, здорово. Давайте посмотрим, как это работает на других источниках. У меня есть такой странный синтезатор из песни. Слово не выкинешь, шутка. Из песни группы Thermates. Я вообще большой фанат небольших пространств. Большой фанат небольших пространств. Звучит как слоган, честно говоря. Давайте пощелкаем разные пространства и посмотрим, как они работают с этим чудесным синтезатором. Прелесть. Поменяем колонку на Altec. Винтажный. Окраска сразу меняется, ощутимо. Поменяем комнаты. Для сравнения сухой сигнал. Выключим дилей. Делаем. Прелесть. Я знаю, что многие просили показывать на более разнообразных источниках, поэтому я еще приготовил кусочек гитары для вас, друзья. Наверное, на гитаре это будет особенно эффектно. Послушаем только обработанный сигнал. Прелесть. Только чистый. Возвращаем обработанный. Попробуем дилей. Супер. А модуляция? Кайф. Давайте попробуем другую комнату. Вернем первую. Она более гулкая, но приятная явно. Можем отвернуть колонку к стене. Прелесть. Повторю, что можно использовать только дилей. Очень приятный дилей. Послушаем третью каменную комнату на гитаре. Самое короткое время. Самое длинное. Только чистый сигнал. Фантастика. Слушайте, мне даже самому неловко, что я так радуюсь, но просто очень нравится. Ну и судя по всему, плагин довольно недурно оптимизирован, потому что он потребляет меньше 1% процессора. Хочу вернуться к барабанам. Каменная. Зеркальная. Очень приятная ревабривация. Ну и, собственно, вторая студия берут ее эхо-камеры. Друзья, к сожалению или к счастью, но темы для разговора закончились. Главное было послушать. На мой взгляд, это очень удачный плагин. Он, учитывая, что стоит 29 долларов на старте, я считаю, что это просто must-have. Мне очень нравится. Рекомендую. Если есть вопросы, пишите в комментариях, поболтаем. Если обзор нравится, ставьте лайк, подписывайтесь, ну и прочие плюшки 21 века. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok